Всех приветствую, продолжаем рассматривать картины художников и описание этих картин. Франк Кавчич, Диметрий Полиорцетес с фреатийской Лами и ее подруга Дема. Ламия, афинская Гетера, любовница царя Диметрия Полиорцетеса. По словам Плутарха, вначале была известна мастерская игрой на флейте. Как и большинство девушек, занимавшихся этим ремеслом, одновременно была проституткой и впоследствии стяжала громкую славу искусством любви. По словам Плутарха, была взята людьми Антигона и Диметрия среди трофеев в битве с войсками и флотом Птоломея у Соломина на Кипре в 306 году до н.э. И стала любовницей Диметрия. В ту пору красота ее уже отцветала, и разница в летах между нею и Диметрием была очень велика. И все же своими чарами и обаянием Пламия уловила и оплела его так крепко, что одна лишь она могла называть Диметрия своим любовником. Остальным женщинам он только позволял себя любить. Среди многочисленных злоупотреблений и беззаконий, которые тогда творились, больнее всего, как сообщает, уязвил Афинян приказ безотлагательно раздобыть 250 талантов, ибо, увидев, что деньги собраны, а взыскивались они с неумолимой строгостью, Диметрий распорядился передать все лами и другим гетерам на мыло, румяна и притирание. Гетера устроила для любовника роскошный пир, средства на которые были добыты путем вымогательства у городов и частных лиц, обложенных своего рода налогом. Это празднество получило широкую известность, благодаря описанию, сделанному поэтом Линкием Симосски. Полимон, автор сочинения о расписном портике в Секеоне, сообщает, что фиванцы, раболепствуя перед царем, соорудили храм Афродиты Лами. Связь с Лами сильно компрометировала Диметрия, ставшего вдобавок в соответствии с обычаем своего племени двоеженцев. Существуют исторические анекдоты, вот что пишет Плутарх. Однажды от него прибыло посольство к Лисимуаху и тот на досуге показывал гостям глубокие шрамы у себя на бедрах и на руках и говорил, что это следы или иных когтей и что остались они после схватки со зверем, наедине с которым запер его когда-то царь Александр. Тут послы со смехом заметили, что их царь тоже носит на шее следы от укусов дикого и страшного зверя Лами. По сообщению Афинея, родила Диметрию дочь Филу. Дата смерти Ламия неизвестна, но в связи с событиями четырехлетней войны 298-294 годов до н.э. ее имя уже не упоминается. Ну вот так вкратце из данных, которые я нашел в интернете, о работе Франка Кавчича. Картина называется Димитрий Павлерцетес с фалисийской Ламией и ее подругой Дема. Написана картина около 1802 года. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok